В первой серии я рассказываю, как сделать шаблон секций для самодельной походной печки трансформера Гордейка 2. Посмотреть детали на саму печку и все остальные серии этой пошаговой технологии можно по ссылкам в описании этого видеоролика. Зачем нужен шаблон секций? Чтобы уменьшить затраты труда и времени. Стенки корпуса Гордейки это 8 плоских металлических деталей со сложной и достаточно точной геометрической формой. Шаблон нужен, чтобы сделать разметку всего один раз вместо 8 или сколько угодно большего количества. Из чего и чем сделан шаблон? Я наклеил клеем обычный тетрадный лист в клеточку на картонную обложку от общей тетради. Такие обложки имеют достаточную жесткость, поскольку изготовлены из картона со слоем ПВХ-пластик. А поверх тетрадного листа я приклеил прозрачный скотч, чтобы предохранить линии от стирания и загрязнения при пользовании шаблоном. Использовались также линейка, тонкий маркер, ножницы. Какие размеры у шаблона? При нанесении размеров я визуально ориентировался по клеточкам тетрадного листа и не пользовался шкалой линейки. Тем не менее, все размеры нанесены на бумагу, чтобы легче было ориентироваться и меньше пересчитывать клетки. Шаблон секции попутно выполняет роль упрощенного чертежа. Цифры указаны в миллиметрах. Охватываемые элементы выступы. Помеченные минус 1. После предварительного вырезания заготовок я делал их немного меньше в минус. Аналогично и для охватывающих вырезов. Отметки плюс 1. Вырезы получаются немного больше выступов в плюс. И завершение ролика небольшой совет для вдумчивых самодельщиков. На случай, если вы решите изменить ширину секции или их количество, поэкспериментируйте сначала с шаблоном в виде проволочной рамки на тех видах походной посуды, которую планируете использовать. Именно так я подбирал ширину и количество секций для этой походной печки. Дело нескольких минут скрутить шаблон из проволоки сэкономит кучу сил и времени. И я быстро провел свои теоретические расчеты практически на компактной кастрюле, сделанной из крышки армейского котелка. Как оказалось, подобранная ширина и количество секций идеально подходит для использования с кастрюлей и сковородкой из имеющегося набора китайской посуды. Разумеется, армейский котелок также помещается в гордейку 2 не хуже, чем в гордейку 1. А посуды диаметром больше 15 см без проблем ставятся просто сверху. Во второй серии пошагового видео я покажу разметку секций с помощью шаблона на листовом металле. Если вам понравилось видео, ставьте лайк. Пишите вопросы в комментариях и подписывайтесь на мой канал, если неравнодушны к теме самоделок. А чтобы узнавать первыми о выходе новых видео, жмите колокольчик. До встречи в следующем видеоролике.